привет приветствую вас на своем рукодельном канале меня зовут татьяна сегодня хотелось бы с вами поделиться кое чем лично я давно уже думала о том стоит ли мне подписывать свои работы и я решила что я хочу это делать когда-то давным-давно когда я увлекалась очень сильно рисованием у меня было много работ и я все свои работы подписывала потому что рисование это творчество это то что я придумала это выражение моих мыслей моего творческого процесса и сейчас когда я начала вышивать я какое-то время лелеяла в себе эту мысль подписывать ли мне свои работы и решила что надо ведь вышивка это такое же выражение моего творчества она ничем не отличается даже несмотря на то что я вышиваю какие-то работы которые вышивают другие люди по схемам которые кто-то когда-то составил это пусть даже не моя личная схема это не то что я когда-то придумала но это мое если взять две вышитые работы вышиты разными людьми они будут совершенно разные и мы все прекрасно знаем у нас всех разные вкусы в разные предпочтения вышивки даже если взять одну и ту же работу кто-то выберет раз разные виды канвы разные виды ниточек разное оформление поэтому все что я лично делаю это очень индивидуально и все что делает любая вышивайся я думаю это тоже очень очень индивидуально поэтому я начала думать как бы я хотела подписать свои работы надо было придумать что-то такое что было бы не слишком сложно но оригинально просто переписать свою обычную роспись это оказалось не так то легко я стала выдумывать ну вот выдумала я такой вариант и мне он очень очень понравился в плане того что его легко реализовать его возможно реализовать даже на небольших работах к сожалению я решилась на это уже после того как оформила своего петушка надо было и на петушке конечно что-нибудь такое вышить у меня есть еще несколько вышитых работ которые пока не оформлены и не обязательно обязательно тоже будут мной подписаны здесь в америке я уже живу почти 10 лет и в америке я неожиданно для себя стала татьяной я всегда была просто таней танюшей танечкой но татьяной я в кыргызстане в бешкеке никогда не была для нас для всех это настолько обычно что у нас почти у всех есть два вида имени а иногда даже и больше но как минимум в документах я татьяна в как бы в обычном общении в обычной жизни я таня и это настолько обычно когда человек знает что я татьяна он ко мне сразу обращается как таня а а здесь это люди об этом не знают им надо объяснять что у меня есть два имени и что это абсолютно абсолютно нормально им непонятно как татьяна может быть таней и это одно и то же поэтому когда я приехала сюда в документах везде было естественно подписано написано что я татьяна и ко мне все стали обращаться как татьяна люди иногда которые меня немного лучше узнают я им рассказываю про вот эту норму русских имен что татьяна и тани это одно и то же они начинают ко мне обращаться как тани потом проходит какое-то время и общаясь с другими людьми они про меня говорят как а а а тани и другим это совершенно опять непонятно какой тани вообще идет речь у нас тани нету у нас есть татьяна поэтому все плавно перешло к тому что я стала только татьяной и все но я этому нисколько не расстроилась потому что в принципе как оказалось имя татьяна даже здесь в америке очень очень популярная и приятная и и люди знакомясь со мной всегда мне говорят какое красивое у вас имя мне это приятно и так потихоньку я привыкла быть татьяной мне даже понравилось быть татьяной люди немного интеллигентные они в принципе знают об этом имени из русской классики из литературы знают каких-то известных людей допустим спортсменов которые тоже татьяны поэтому вот эта любовь к русским именам и к имени татьяну она мне в принципе привелась тут и я этому нисколько не препятствовала и я перестала уже просто быть таней в семье естественно меня как бы в обычном домашнем кругу меня называют таней танюшей а вот я стала татьяной вышивать я стала совсем недавно вышивать я стала когда я была уже татьяной соответственно я как бы решила что в вышивке пусть я тоже буду татьяна я конечно здесь добавила несколько букв которые тоже относятся к моему к моей фамилии к той фамилии которую сейчас я по мужу приобрела и к моей девичьей фамилии думала я над этой росписью попробовала несколько других вариантов но вот на этом варианте я остановилась и я так для себя решила что все мои работы будут подписываться потому что это мое творчество это выражение моей личности и индивидуальности пусть будет я этим горжусь я горжусь своим творчеством своей любовью к вышивке и к любому другому виду рукоделия все что я сама делаю мне лично нравится мне нравится видеть лично в своих работах какой-то какой-то рост какое-то продвижение еще полтора года назад когда я вышивала первую свою работу это была такая проба пера все это совсем по-другому смотрелось я даже не думала насколько меня вышивка затянет и мне просто хотелось попробовать но сейчас оказывается что затянуло и как оказалось вышить свою роспись не так-то легко несколько вариантов у меня было но вот так вот и останется вы будете периодически видеть по окончанию тех или иных работ что моя роспись будет постепенно появляться и когда наступит время и я начну оформлять свои работы и украшать ими свой будущий дом то я хочу видеть эти работы на своих стенах и хочу чтобы другие видели приходя ко мне в дом что ага эта работа сделана мной это очень приятно ну а так я уже готова к началу оформления своего винного натюрморта вот этой работы которую я сейчас подписываю роспись это в принципе такой уже окончательный штрих то есть это точка перед тем как начнется оформление все идеи у меня уже сложились в какую-то общую картину и к оформлению я готова в следующем видео вы это увидите я с вами обязательно обязательно поделюсь ну и напоследок конечно хотелось показать вам свою кисуньку вот так вот она обычно проводит со мной свои кошачьи будни когда она видит что я прилегла на диван я в это время могу читать либо свои какие-то обучающие книжки либо просто книжки кисунька сразу сразу вот так вот на меня ложится обязательно она требует чтобы ее гладили но я такие минуты общения с ней просто обожаю потому что она в этот момент такая ласковая такая всем довольная такая тепленькая у меня часто спрашивали проявляет ли кошку у меня интерес к моему рукоделию к моей вышивке к моим ниточкам если честно вообще не проявляет обычно когда я вышиваю я вышиваю в своем офисном кресле сидя за столом либо на столе вышиваю либо облакатив свои кьюснапы на стол и кошка в этот момент совершенно ко мне никак не подходит она подходит ко мне и садится на ручку кресла если я разговариваю с камерой и снимаю видео а если я сижу и вышиваю и сижу молча и махаю иголочкой ковыряю иголочкой ей это совершенно не интересно она не играется никак с моими ниточками чему я если честно очень очень рада посмотрите какая прелесть кисонька говорит всем пока ну и я благодарю вас что вы заходите ко мне в гости интересуетесь моим творчеством ну и оставляете классные классные комментарии спасибо что вы у меня есть всем пока увидимся в следующем видео до новых встреч до новых встреч удах начнем вот скорее Продолжение следует...